я приветствую всех на своем канале сегодня у меня видео о моих азиатах как я обещала показать вам своих азиатов это размер 17 как я за ними ухаживаю в каком они у меня состоянии сейчас находится ну и конечно же у меня есть несколько пару вопросов моих подписчиков и конечно же я в первую очередь постараюсь ответить очень так кратенько очень быстренько на эти два вопроса ну первый вопрос мне задали такой листья у орхидеи практически не растут но конечно же если применить какой-то опыт из интернета можно говорить на эту тему очень много можно сказать что орхидеи неправильно ухаживает неправильно поливают или где-то она перенесла стресс и и перевезли не в то помещение поставили или там что ли стали не доливать или переливать причин очень много я скажу исходя из своих наблюдений так как я занимаюсь растениями очень много лет поэтому у меня есть растение не только орхидеи домашние но и растут на улице и за которыми я наблюдаю также кустарники виде гортензия и виде сирени но и так далее и что я хочу сказать конечно же если это зима и у вас не растут листья то конечно же тут орхидея ваша спит и не нужно беспокоиться но если пришла весна наступило лет и ваш орхидеи до сих пор не растет не растет листья значит здесь нужно конечно бить тревогу но в первую очередь я применяю конечно же азот азот он идет для наращивания вегетативной массы это даже рекомендует всем растениям по сне для того чтобы растение тронулся в рост для того чтобы она начала наращивать именно зеленую массу если я например подкормлю один-два раза удобрением где преобладает азот потом я перестаю подкармливать такими удобрениями там уже начинает расти цветонос и там уже применяются другие удобрения где азот уже меньше чем фосфор и калий но я думаю многие это знают но это на заметку тем кто только что начинает заниматься орхидеями ну и конечно же мой второй на моем наблюдении я замечаю что орхидеи растят именно листья вот посмотрите сейчас зима орхидеи растет листочек вот пожалуйста вот пожалуйста растет листочек маленький но и вот эта орхидея тоже видите вот у нее тоже растет листочек орхидея вот это уже нарастила один вот этот большой и вот этот пока у нее тормозок смотрю там не видно ничего как я добиваюсь вот именно для того чтобы росло и росли растение сейчас в зимнее в зимнее время ну как я говорил у меня на кухне очень тепло вот и здесь и светло на подоконнике зима в этом году очень теплая такая я пользуюсь спрыскиваю воздух и орошаю как бы вот этой пыльцой который ложится на мои растения до тех пор пока я вижу что прямо на они растения листья смачиваются находится в таком во влажном состоянии в приятном состоянии где им там очень нравится на но долго они в таком состоянии не находятся я подхожу буквально через 20 минут все у них все листья все у них сухо они все стоя на подоконнике которые у меня растут и вот эти вот в вам ху орхидеи которые как я называю палату номер шесть ну и конечно же вот эти вот мои тоже стоят в этой палате номер шесть сторонке но они как бы выздоравливающие вот я заметила что вот эта влага вот это вот орошение как бы грибной дождь очень идет на пользу для того чтобы они растили корешки растили листья независимо от того что я их поливаю просто водой для них просто вода идет как бы вот самые самые такое ну вот я немного ответил на такой вопрос следующий у меня вопрос был это скажите пожалуйста как вы поливаете орхидеи вот такие во мху никак не получается правильно налить воду для того чтобы правильно смочился мог не переборщить я знаю что мы все грешим этим всем гриб все грешим поливом и иногда конечно же рука у нас дает больше чем положено видите корешочек уже вниз растет эта орхидея я уже ее показывала это сорт называется санта клаус она у меня уже процвела ну и что-то у нее пошло не так пришлось мне посадить ее мог сейчас она наращивать здесь корни очень неплохо я хочу сказать растит также вот листик потому что здесь тоже орошение влагой ну и как же я ее поливаю вот посмотрите я сделала специально дырки сделала специально дырки для того что если вдруг моя рука дрогнет и я переборщу с водой с влагой я конечно же оставляю вот так вот ее с открытыми дырками для того чтобы мог быстрее выветривался а поливая очень просто если она у вас растет в таком одноразовом стаканчики и у вас мог до конца и нет внизу керамзита я стараюсь поменьше положить поменьше воды налить в дополнительный стакан вот смотрите вот дополнительный стакан если у меня здесь внизу стоит лежит керамзит то значит я именно так делаю чтобы он у меня керамзит полностью не зашел а чуть ниже вот верха керамзита вот так у меня происходит полив видите я налила воды в такой же стакан внизу у меня есть дырки для того чтобы влага прошла видите вот сейчас мох заберет влагу и все подаст ее кверху если я где-то не долила и это даже пусть будет лучше я просто слегка мох вот здесь опрыскиваю чтобы создать как бы верхнем верхнем верхней части создать более влажное состояние ну вот это ответ на мой вопрос пока сейчас я буду снимать видео я вам покажу и мы посмотрим что же произошло за это время и как впиталось мог как впитал мох влагу но сейчас мне хочется рассказать про моих орхидей киев вот эти мои маленькие 17 вот этот сорт капучино пришел уж такой маленький говорю боже мой уж прям малюсенький для меня прям вот это вот выращивание вот таких малюсик это вообще я не очень люблю хоть живу в своем доме не выращиваю рассаду не люблю вот честное слово не люблю растут они у меня все тоже в одноразовых стаканчиках маленьких видите здесь у меня двойной стаканчик тоже тут у меня в перемешку идет грунт в перемешку здесь кора немного мох и поливается она у меня конечно вот до верху я заливаю вот в этот стакан водички ставлю ее постоит она у меня значит минут там пять я сливаю воду опять значит ставлю это стакан и ставлю в такую кашпо одноразовое тоже кашпо легкая очень хорошо держит орхидей q вы видите как нарастут корни нормально вот это возьмем вторую орхидею это орхидея мне приходила в подарок мне ее подарила татьяна подарила татьяна из краснодарского края вот она сорт не знаю какой было значит без сорта где-то может быть что-то напутано но вот он может быть она даже сама и не помню как это название сорта точно также находится у меня так посмотрите уже корешок даже в дырочку полез но здесь так она одноразовая даже если она обовьет весь вот этот вот горшочек я просто обрежу освобожу корешки пересажу более такой стакан пока значит все нормально пока здесь все растим есть место для роста корней ничто не бьет тревогу вот орхидеи поливались буквально 3-4 дня тому назад кстати поливается они они у меня раз практически даже в 10 дней 8-10 дней от того наверное что я орошаю их им все-таки влаги хватает это орхидея у меня от от микки орхид это орхидея значит сорт у меня согла лоренс пришла ко мне уж такая малюсенькая я прям так переживала это была первая орхидея которая пришла ко мне в размере 1 из 7 я схватилась за голову и говорю боже мой что же я буду с делать но она такая умница такая уж умненькая как-то поняла наверное их меня и сказал да ладно ты не расстраивайся не переживай все будет хорошо это мы так общаемся со своими орхидеями своими растениями растимся мы точно так же как и те корни наращенные видите это все дома все наращено все новые корни поливается все точно так же заливается в стаканчик в один стакан заливается вода и ставится другой ну и немного постояв сливается все и ставится на место вот это вот орхидея я думала я ее просто потеряю я ее получала от татьяны клюевой уже практически в осенне наверное может быть даже в октябре-сентябре где уже уже начинались холода и она так прекрасненько заказал все свое беломен весь свой загубил вот моментально вот как-то он ушел я боялась что это орхидея погибнет этот сорт похож на согла уронс но немного отличается все говорили девочки то что это согла уронс и есть просто идет под номером нет девчонки однозначно это не согла уронс это другой сорт потому что у него сами листья говорят о том что это совершенно другой сорт ведь он растет тоже маленький корешок я его похоть посадила в чистый мох вот видите он уже наращивает у меня корешки свои в домашних условиях уже корни идут от шеи вот и не один корешок уже идет от шеи а уже несколько то что меня радует поливается она немножко прям совсем немножко даю ей водички но как мы все знаем как поливается во мху орхидеи прям вот немножко на на несколько прям вот миллиметриков сантиметр тихонечко ну и все она вода уходит вверх потому что здесь чистый чистый мох поливается она вообще реже даже реже чем те орхидеи потому что здесь нет добавление коры а вот это вот орхидеи это у меня допкинс это моя головная боль моя проблема корней практически нет вообще нет там одни тяжи были посадила ее хотел уже девчонки мне говорят любить выкинь же ты уж ее смотри не выкидывай но вот не выкинула девчонки вот почему не выкинул не знаю так она у меня и растет листья здесь были пришли поврежденные очень была в таком плохом состоянии но мы там растим листок от того что я пускаем тропический дождик вот этот срезанный листик тоже смотрю немножко подрос ну и конечно самое главное что там у нас наверно плохо видно там у нас внутри уже пупляточки маленькие маленькие уже начинают идти корешки так что может быть допкин и выдержит дюжит вон с этой стороны у меня тоже там видите накуглено все я буду надеяться что все будет с моими орхидеи кими хорошо ну вот наверное я буду заканчивать свое видео и давайте посмотрим насколько у меня поднялась вода в орхидее которую я поливала вот и вода еще здесь присутствует но видите уже мокрота пошла вверх и до вечера практически я уже вечером посмотрю что уже орхидеи будет вся полита все будет мокро все будет не мокро будет все если правильно сказать а будет приятно влажно для орхидеи воды уже почти здесь не осталось но это не важно сам мокрый мох он постепенно постепенно подаст влагу так что девчонки не перебарщивайте с водой сам хом быть очень крайне осторожно поэтому многие мог не могут подружиться вот потому что как всегда мы любим поливать лишнее влага потом приходится вытаскивать отжимать мог смотреть что на самом деле до влаги очень много пусть будет все в меру потихоньку но вот и все на этом видео я буду заканчивать всем вам до новых встреч на моем канале всем пока пока задавайте пишите мне вопросы что вас интересует если буду рада что знаю я обязательно вам подскажу обязательно вам помогу чем смогу всем пока пока